15 лет назад не стало яркого политика лидера народного руха Вячеслава Черновила. Это случилось недалеко от столицы, на трассе Борисполь-Золотоноша. Основная версия следствия ДТП, но родственники и соратники до сих пор уверены, это политическое убийство. Какой была бы сегодня Украина, останься Черновилл жив. Ирина Романова продолжит тему. В начале 99-го Украина готовится к президентским выборам. Народный рух на грани раскола. Часть руховцев объявляет своим главой и кандидатом в президенты Юрия Костенко. Лидер партии Вячеслав Черновилл уверен, все это не случайно. Очевидно, кто-то хочет очень пограться на этой ситуации в Руси, чтобы ослабить рух. Может и президентская сторона, еще и часть сторона. Разногласия внутри партии действительно были, признают Юрий Костенко, но консенсуса с Черновиллом они достигли. Я это никогда не оприлюднивал, но я могу сегодня сказать, Мы договорились о объединении перед выборами в одну партию под проводом Вячеслава Черновола и с кандидатом от народного руха Украины на президентских выборах Юрия Ивановича Костенко. Это не произошло, потому что убили Чернового. Решение пробивства было принято только после того, когда стало зрозумево, что Руссков Руху он же фактически подавал. Тогда, в 99-м, смерть Нидера Руха изменила не только исход президентских выборов, но и историю страны в целом, уверен соратник Черновила Юрий Ключковский. И помаранчевая революция была бы больше успешной и, возможно, не дойала бы до Майдана 2013-2014. А те проблемы, которые сегодня мы пытаемся развязать в надзвичайно сложной и загрозной ситуации, были бы значительно раньше развязаны. В начале 90-х, вспоминает Ярослав Кендер, в Крыму тоже возниклись и паразитские настроения. Тогда Черновил отреагировал мгновенно. Вячеслав не вылазил из Крыма. Он встречался и с крымскими татарами. Он не боялся. Сегодня, вы видели, многих политиков, которые ночуют и ночуют сегодня в Крыму. Сестра Черновила Валентина готовит к изданию 10-томник работ брата. Говорит, он был талантливым стратегом и тактиком. Рух был первой партией, которая еще в 92-м году заявила про ориентацию Украины на Европу и поддерживала расширение НАТО на Схид. Стояло вопрос еще в 92-м году ставили проступ к ЕС. Если бы тогда прислушались Черноволы, поступово как-то все делали, не было бы у нас в этой небесной сотне. Узнать, какой бы была сейчас Украина, останься Вячеслав Черновол жив, мы уже не можем. У истории нет сослагательного наклонения. А вот узнать все обстоятельства гибели политика, который мог изменить эту историю, еще возможно. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер.